Здравствуйте. Вы ко мне? Скажите, пожалуйста, где фамилий инспектор? Из кабинета выйдите, имена нет. У нас здесь только по приглашению сотрудника можно ходить. Почему вы без масок? Пожалуйста, выйдите из кабинета. Вы зашли в кабинет. Послушайте, у нас к вам нет. Еще раз доставим, выйдите из кабинета посторонних граждан. Выйдите, пожалуйста, из кабинета. Пожалуйста, выйдите. Вот вам вот такая памятка? Еще раз вам говорю, выйдите из служебного кабинета отсюда. И памятку сюда померем. Уважаемый, вы выполняете мои законные требования. Сейчас придет фамилий, будете разбираться. В отношении сотрудников ходим в кабинет. Выйдите, пожалуйста. Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Почему без масок? Вам что непонятно? Мы в масках подошли. Ты неадекватен вообще? Пожалуйста, выходите из служебного помещения. Ты неадекватен? В смысле? Я у тебя дома что-то или что? Вы зашли самовольно. Вы с режимом ознакомились? Каким режимом? Тут режим нам объедите, пожалуйста. С каким режимом? Уважаемые, выходите из служебного помещения. Куда выходить? В коридор. Выходите. Я в коридоре нахожусь. Я вас прошу, выйдите. Я в коридоре нахожусь. В чем проблема? Пока вас не пригласит сотрудник, сюда заходить нельзя. Фомино и Афонину, в чем проблема? Фомино и Афонину, в чем проблема? Какой он обращаетесь? Я слушаю. У вас сотрудник. Ух ты. Говорит. Пройдемте. Приглашайте. Я вас не приглашаю. По какому поводу вы пришли? А теперь вы гневнорецы. У меня в производстве дело находится или нет? А что из производства? Цель вашего визита. Ваши противоправные действия в отношении гражданина. Цель вашего визита. Памятку вам вручить. Цель вашего визита. Памятку выручить. Граждане выходим из служебного помещения. Я передаду. Мне надо заходить на его личную передачу. Передадим. Хорошо. А для вас прочитаю. Чтобы вы знаете. Цель вашего визита, уважаемый. Я вам сейчас. Памятку вам вручить. Мне ваша памятка неинтересна. Жалоба по вашим действиям будет сегодня поздна. Жалоба по установленным законам порядка. Потому что ваша бестолковость, неграмотость зашкалена. Пожалуйста. Выходите из клиента. А почему вы так все ведете? Потому что у нас режим определенный. Какой у вас режим? У вас без масок режим или что? Сразу маски? Это служебный кабинет. А что маски жили? Когда я общаюсь с гражданином, я общаюсь с маски. Понятно? Так вы со мной общались без маски. Это вы ворвались в кабинет. Без приглашения. Мы зашли. Ворвались по-другому. Мы зашли без предупреждения. Ворвались. Я был в балаклаве. Еще раз говорю. Я встаю здесь. Озвободите дверь и не мешайте осуществлять служебную деятельность. Что вы так поставите? Сейчас закроется еще. Можно открыть? Зачем так паникуешь? Да нормально общайтесь. Вы что такое неосплата? Ставьте, ставьте. Ты реально не вменяем. Неадекватный человек. Расслушайте меня. Вы пришли к Фомину. К Фомину. Вы пришли к Фомину. И к Фомину. Я вам поясняю, что Фомина сейчас нет. Он в Воронеже нужен. Да. Что значит вам нужно? Вы для рассмотрения делали или как вы пришли с вами? Никакого рассмотрения. Как сотрудники полиции. Действие с полицией гласная. Ну вы обратились. Вы сказали передать. Так я же ему еще не прочитал. Я ему передал. Вы теперь на конец читали. Не надо ничего читать. Мы с вами разнакомимся. Понимаете? Я хочу разъяснить. Мы знаем эти все понятия. Не знаете? А почему вы их подменяете? Вы были тогда, когда они вдвоем запрещали противоправные свои действия не осуществляли в отношениях? Давайте мы не будем. Замечали или не были? А они запрещали видеосъемку. Подменять понятие административной расслабления. Вы обращаетесь с компетентным органом. С обращением своего фиксируйте и будет рассмотрено. Мы хотим ему в голову вдолбить. Что значит в голову вдолбить? В голову вдолбить. Он понял. Осознал. Что значит в голову вдолбить? Я не понимаю. Голов вдолбить, чтобы он понял. Мы делаем это. Загонно. Правого поля. Все это такое и делаем. Мы передали. Мы сейчас еще разговариваем. Вы передали памятки. Все. Фомин сейчас отсутствует. Точнее Фомин. Афонин, слушай, я тебя зачитываю. Не надо ничего. Зачитывай. Памятка для водителя из гектора до поляц. Нет, не кайки ради бога. Хорошо? Она отработает. Можно вы начнете? Он сейчас ничего не делает. Послушает какую-то памятную информацию. Пусть он слушает памятную информацию. Ждите, фоминную информацию. Жалко, жарко. В этой маске я понимаю вас, почему вы не носите. Почему? Мы заделся. Это когда люди находятся. Мы не задеваем маски. Вот вы адекватный сотрудник. А почему тот примененный физический симптом? Да если он адекватный. Все сотрудники нас адекватные поверят. Нет, он не адекватен. Перестаньте. Ахонин, слушай. Можно просить вас вот здесь встать? Хорошо? Я здесь стоял. Постойте. Можно дверь закрыть? Это рабочее место. Но я хочу с ним общаться. Но вы отвлекаете нас сейчас. От чего? Он здесь делает спокойно. Назначат вам место и время. Можно? Без камеры. Вы что без камеры? Потому что это служебное помещение. На данный момент, это жалобный официал. Я запрещаю внести здесь съемку. Вы запрещаете? Это ведется сейчас, нет? Нельзя обрываться. Подождите. При честь производства и осуществления видеозаписи. Вы сейчас вообще поняли о чем я говорю? Вы с какой целью явились? Вы с какой целью явились? Зачитайте. Вот. Цель висит. Зачитайте вам памятник. Чтобы вы не подменяли понятки. Вы кто скажите? Что вы? Гражданин Российской Федерации. Нам ваш памятник не интересна. Не интересна? Если вы не знаете законы. У нас есть определенный порядок приема граждан сейчас. Понимаете? Какой порядок? Пожалуйста, соблюдайте его. Только по приглашению сотрудника. Это кто такой сказал? Руководитель наш сказал. И что это значит? Мне по приглашению нужно сюда приходить? Без приглашения если не могу? Цель вашего визита. Вы видели данное памятник? Она мне не нужна ваша памятник. Вы ее изучите? Мне она не интересна. Вы знаете, что такое административное расследование? У нас есть концепт. Вы знаете, что в административное проведение представлено расследование? И рассмотрение дела. Еще раз, цель вашего визита. Вы не знаете. Изучите ее, может, так не делайте. Что вы хотели? У меня в производстве есть дело с вашим участником. Я здесь поселюсь. У меня в производстве есть дело с вашим участником. Я здесь поселюсь. Вы по какому делу? Я здесь поселюсь. И каждый гражданин получит памятку, что вы не беспредели в отношении граждан. Выходите. Хорошо? Договорились? Выходите. Обязательно передайте памятку и изучите. Это будет каждый сотрудник дознания и розыск. Пятый раз требую от вас выйти из служебного кабинета. Если это требование законное, правильно я понимаю? Вы будете выходить или нет? Требование скажите или просьба? Это требование. Пожалуйста, подвиньте служебное помещение. Не мешайте сотрудникам работать. Я выгодил ваши незаконные требования и подарок. Да, можете обжаловать. Да, можете обжаловать магисту. До свидания, удачи. Всего хорошего. Учите на зубов то, что там написано. Ставьте пальцы вверх. Вверх. Лайк, ребята, никогда не пейте за рулем. И не забудьте подписаться на канал. Вадиму лайк, нахуй. Красавчик. Позорники, блин. Теперь выходить по кнопке и заходить по кнопке. А люди здесь ожидают, да? А вас все здесь держат, чтобы вы здесь стояли и ожидали? Да? И присесть, друзья, где? Как они отрустывают люди, вот они уже стоят. Вот здесь должны люди все ожидать. Да, да. Обратите внимание, как отношения, вообще какое отношение у руководства МВД вот к простым смертным, к нам гражданам. Теперь все должны ждать, стоять на лестничной площадке, на этой лестничной клетке, по-другому не назовешь, там настолько неудобно, и они ожидают люди, я думаю, уже достаточно долго. Это что за отношение такое? Почему закрыты коридоры? Почему не могут обеспечить людям нормальную посадку, чтобы просто сидели, спокойно ожидали? И вот в отношении, вот по поводу действий Афонина, это вообще неадекватен. Вы посмотрите на его действия, что он может делать в отношении других граждан, которые не осуществляют видеосъемку, он может беспределить. Прошу обратить внимание руководства МВД на его поведение. Впредь, чтобы он больше не допускал противоправных действий, считая в отношении меня была применена физическая сила абсолютно необоснованно, за это он должен принести наказание. Следующий момент, про социальную дистанцию, ее вообще нет. Он сближался ко мне, вот постоянно подвергал меня опасности. Более того, когда мы тут зашли, у них не оказалось ни у кого массы. Что это за такое отношение к гражданам? Вы ни свои жизни не бережете, ни граждан жизни. Беспредельщики. Ну что, ну красиво снимаешь, что.